как меня слышно давайте вот сразу так подредактирую чуть-чуть ура ура спасибо всем громче громче так так хорошо мне кажется у меня все громко так я елена попельникова ведьма говорящие с духами кто-то меня здесь уже знает да кто-то уже со мной встречался немножко расскажу так о себе занимаюсь я магии на самом деле очень давно но просто у меня был период такой отказа от деятельности до отказа от своего дара вы знаете что многие люди многие через это проходят маги особенно но какие-то нюансы обстоятельства так в жизни складывается что хочется перестать этим заниматься но это неважно да сейчас я вот вышла на новый этап своей жизни по новой все вспомнила все пошло начала начала заниматься и вышла на онлайн на онлайн работу на онлайн тренинги честное слово почему-то сегодня очень сильно волнуюсь вот перед вами второй раз выступаю ольги благодарю за великолепные представления на самом деле правда волнуюсь хотя выступаю уже онлайн почти год вот что у меня есть свои сайты с группы youtube канал то есть у кого ей будет желание в дальнейшем посмотреть пожалуйста все это в интернете есть меня можно везде найти да чем я занимаюсь чем я занимаюсь магия магии через энергии магии через пространство и вот последнее время последние года два пришла магии через духов вот именно через духов интересная такая вещь потому что когда пришли ко мне духи что-то изменилось не что ну как что то изменилось да они пришли интересно они пришли абсолютно по другому но не как вот допустим у шаманов да знаете вот как шаманы с духами общаются то есть они используют свои определенные предметы там определенные способы выхода в другие миры и у них они призывают своего духа защитника да и уже потом общаются с другими духами а здесь просто пришли просто стали общаться но и было естественно тоже страшновато на самом деле потому что было непонятно что с этим делать и как правильно с этим общаться но мне мои ангелы мои духи подсказали рассказали и пошло такое интересное 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 такое время действительно духи стали показывать рассказывать как происходит все у нас в мире как энергообмены происходят куда что у нас девается куда что у нас и как мы вообще что мир что у нас в самих происходит духе рассказывает но вот прежде чем мы с вами приступим 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 к нашему разговору к нашему общению про духов да вы многие знаете вернее кто меня знает да то есть я всегда делаю перед началом разговора всегда делаю просад что такое просад это освещение пищи да у меня всегда на всех моих занятиях на онлайн трансляциях у меня всегда есть вода ну или чай или сок не важно что то что то попить и что то поесть конечно я не кушаю во время трансляции вот пить я пью и для чего это делается да вы сейчас можете тоже сходить с водичкой или там что-нибудь себе взять может быть уже кто-то что-то взял да приготовил ну вот кто если со мной общается уже давно знает что это освещенная пища которую мы можем в дальнейшем предлагать нашим духом и просить их о содействии нам в нашей жизни ну и также очищать себя свое тело изнутри от негативного воздействия которые у нас есть если это делать каждый день в течение 41 дня то вы можете очиститься таким образом от даже самых страшных родовых проклятий которые у вас есть в вашей жизни и так как мы это делаем просад кто-нибудь делает поставьте плюсики кто-нибудь со мной будет сейчас делать просад или я одна сделаю на одну руку вы ставите воду на ладонь вот так на ладонь на другую какую-нибудь вкусняшку если у вас одна вода то вы второй рукой накрываете просто стаканчик свой бокальчик кружечку накрываете просто очень хорошо и что мы делаем мы делаем глубокий вдох и выдох и произносим слова волшебные волшебные вот сейчас вот все становимся сами уже волшебниками о великое неизреченное божество прошу тебя принять в дар эти продукты и можете вы назвать свои продукты эту воду и вот у меня вот это вот печенька и сейчас происходит что из космоса идет энергия через ваша темечка вы почувствуете такое небольшое давление на голову через ваше тело через ваши руки через ваши ладони это энергия попадает в ваши продукты она даже становится немножко так потяжелее вот на ощущение прям так по весу вот она светилась до через вас вы сейчас при произвели волшебные действия при помощи наивысшей энергии наивысшего неизреченного божества то есть нашего бога проще говоря да вы осветили продукты которые можете теперь кушать спокойно зная что это освещенные у них даже меняется структура это проверено да и можете также предлагать эту пищу ну тем духом который с которыми вы желаете пообщаться ну сегодня я могу что предложить нашему духу сейчас катенька нашему духу интернета да нашему духу изобилия чтобы они у нас нам содействовали сегодня чтобы они у нас становились больше я предлагаю им вот святых даров я могу их через себя предложить могу их просто поставить и сказать угощайтесь да как записать что говорить о наивысшее неизреченное божество можно говорить не обязательно так можно обращаться просто о господи прими в дар эти продукты кто как может кто как желает да обратитесь к наивысшему у кого-то это может быть аллах у кого-то там будда да у кого кто обратитесь просто к наивысшему пускай энергия пойдет через вас и просто проще проще на самом деле все просто у нас в жизни когда мне показали насколько это просто да я просматривала одну из своих прошлых жизней где я была ведьма что я там делала было тоже очень интересно это посмотреть я поняла насколько просто на самом деле все в нашем мире создано и насколько мы люди это великолепно усложняем просто усложняем я когда уже вышла из этого состояния до просмотра я поняла что балде в нас усложняем просто я так сама спрашиваю духа а почему мы так делаем зачем мы так делаем для чего мы усложняем всю свою жизнь все действия энергии все столько себя городим ну вот для того чтобы понять на самом деле что все просто в нашей жизни итак наша великолепная тема духи природы инструкция по применению почему именно она да вот потому что наш мир это наша природа и так и в ней существует на самом деле в ней все живое все живое скажите мне пожалуйста вот вы лично каких духов знаете о каких духов слышали что можете вообще кого вспомнить можете может быть кто то сказок сказок может вспомнить вы понимаете что сказки это тоже на самом деле да былины сказания различные то есть это действительно я думаю просто передавались из уст урста вот эти сказания чтобы люди понимали что это действительно есть но чтобы они не пугались этого то есть придумали вот такие вот просто маленькие нюансы вот как бесов демонов урдалаков рафаэль пишет так хорошие духи еще кто каких духов знает природных все таки хотя это тоже природные у нас все духи природные да но это в основном вот все таки более низшие духи есть в духе повыше рангом кто может вспомнить духов еще кто может вспомнить духов ну давайте я пока вы пишите да давайте я маленечко напомню каких духов природных да дух леса это кто так дымовой тоже природный дух идет скажем так галина из разряда бытовых да они все таки нам помогают в быту но тоже природный дух приветики леший правильно 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 а речной дух какой вот русалка есть еще вспоминаем вспоминаем давайте еще давайте давайте вспоминаем еще какие русалки дуков а еще кто бывает водяной правильно ну отец сын святой дух это уже совсем высшие духи да нептун да это уже дух океана идет такой правильно анечка еще вспоминаем каких духов так замечательно дух горы леса воды леший да еще духи какие есть так элементалы стихиале феи да китимары да ветра да огня солнце то есть вы понимаете да насколько обширен на самом деле список духов природы очень хорошо Рафаэль дух предков написал замечательно а мы а люди у нас же тоже есть дух вот мы живые у нас дух тоже есть мы относимся к природным духам как вы думаете люди относятся к природным духам да 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 дух рода да вот как раз сегодня нет я и буду вам предлагать присоединиться к нашему действию да да поработать с духом рода но только 31 октября это немножко попозже про это поговорим все с духом рода обязательно да с домовым обязательно да и с собой обязательно да так вот знаете я что вам хотела сказать давайте вспомним вернее предложить вспомнить те времена когда люди общались с духами ведь у нас были такие времена у наших предков были такие времена да вспомните те страны те народности которые умели общаться с духами с духами природы которые поклонялись, да, кому? Солнцу, ветру, матери земли, великой богини, да, нашей воде. Давайте вспомним, как они жили, эти наши предки. А, а если комнату снимаем в доме, тут? Вот, конечно, домовые, язычники, язычники, да, Ольга, правильно. То есть всем вот таким духом природы они... Так что, как они жили, такие народности? Ну, давайте я вам к примеру, чтобы вам было проще. Давайте вспомним культуру древнего Египта. Молились им, конечно, не только молились. И знаете, вот в культуре древнего Египта, вот, меня поразило, поражает то, что они единственные... Ну, я думаю, просто мы не знаем об этом, да, но вот из нашей истории получалось так, что вот эти жрецы Египта, египетские жрецы, они умели не просто общаться с духами природы, они умели ими управлять. И они управляли этим через слова, через правильные слова. Вот через какие слова это делалось? Я думаю, что сейчас это никто не говорит, но, может быть, кто-то это и знает, но не рассказывает об этом нигде. Правильные слова, да. У нас вся жизнь на самом деле связана со словами, с тем, что мы произносим, как мы это произносим, с нашими мыслями, да. Жили они в согласии с природой, да, вот жили они в согласии с духами, умели ими управлять. И вспомните, какой был Египет в древности. Там же было одно сплошное изобилие. Да, да. Одно сплошное изобилие там было, пока не пришли и не разрушили это всё. Пока они не закрыли, да, ход. Пока они уничтожили вот этих жрецов всех. Всё это было у них там в изобилии. Вспомните индейцев Америки. Вспомните индейцев Америки. Они вообще жили с природы. Ну, как сказать, на одной волне, да. Они вообще знали её, они её слышали, они её понимали, они чувствовали, они знали повадки зверей, да. Они знали, кого можно убить, вот кого нельзя там себе в пищу взять. Они это всё умели, всё знали, у них было всё хорошо, пока не пришли, наши европейцы, и не уничтожили это всё. Понимаете? А сейчас у нас что происходит? Мы забыли, что это такое, да. Вот нам сказали, да, вот Анечка, жертвоприношение, это же так плохо, да, это же страшно, но опять жертвоприношение и кормление духов на самом деле бывают разные. Возрождение, да. Вот сейчас мы с вами как-то на другом уровне немножко, на другом уровне, с другими способностями уже начинаем снова общаться с этими духами. И вот я думаю, всё-таки не зря они пришли ко мне не просто так. Может быть, да. Они пришли не просто так ко мне, они стали со мной общаться, разговаривать не просто так. То есть им... Это необходимо сейчас нашему миру, всем людям, именно понять, что на самом деле можно этим управлять себе во благо. можно пользоваться абсолютно любыми духами себе во благо. Вот как? Рафаэль вот тут предлагает, может, надо вспомнить поближе тюркских кочевников? Да можно любых вспомнить людей, которые жили в ладу с природой, которые умели общаться с духами. Просто тогда, раньше, были другие времена, другие энергии. Сейчас это всё ускоряется. Да, вы знаете, что мы переходим на новый этап в нашем витке развития. И человечество, и каждый из нас всё равно. Всё равно сейчас больше энергии, больше говорят про энергии, про материи, да, про духовность, про наши материализации мысли. Раньше же об этом даже никто не думал. Какой материализации? Вы о чём вообще? Да, да, да. То есть, понимаете, сейчас вот просто мы уже на другом уровне на это выходим. Мы будем сейчас вот учиться, да, общаться с нашими духами немножко по-другому. Может быть, это будет легче, может быть, проще, веселее что ли как-то. Ну, действительно, вот я лично, сначала у меня, когда они стали приходить, мне было страшно, да, то есть, у нас информация такая, что вот люди, говорящие с духами, то есть, там голоса какие-то, то есть, можно сойти с ума. Конечно, это было страшновато, да, но когда я поняла, что кто кем управляет, кто кем будет управлять, я духами или духи мной, вот тогда у меня сразу все разложилось по полочкам, и сразу я поняла, как с этим работать. И пошло, то есть, духи мне, вот духи предков, да, моих бабушек, которые были тоже волшебницами, тоже колдуньями, ведьмами были, не колдуньями, ведьмами были, да, они мне стали рассказывать очень много интересных обрядов для изменения своей жизни, допустим, для нового чего-то, для привлечения нового чего-то в свою жизнь. Духи очень часто рассказывают, что необходимо сделать, как правильно поступить, для того, чтобы, ну, у вас какие-то пошли действия. Вот, ну, к примеру, могу привести, да, у меня клиентка такая была, была, есть у меня такая клиентка, да, она обратилась за помощью, то, что не могла никак продать машину. Ну, никак, вот машина стоит, она говорит, я хочу посвежее там, поновее приобрести, ну, вот, застряла никак. И вот, когда мы с ней стали работать, вот тут пришли духи, они мне прям просто показали тот обряд, который ей следует делать. Она пошла, сделала прям сразу после нашего общения этот обряд, то, что сказали духи, да, и что, она через два дня продает машину. То, что мне пишет, так, а, Лена, а, это чудно, это чудеса, это так духи работают, вот это, говорит, да. Она их стала постоянно кормить, она стала с ними общаться, то есть разговаривать, то есть вот с домовым тоже, на самом деле, интересный тоже дух, но это чуть-чуть попозже. То есть, понимаете, насколько это на самом деле интересно, насколько это увлекательно и на самом деле, ну, просто, на самом деле просто. Вот, денежные духи, да. Вот, давайте мы сейчас вот постепенно об этом, обо всем поговорим, как привлечь духа в денег, как привлечь домового духа дома, да, как это все сделать. Сейчас об этом, обо всем мы и с вами и побеседуем. Мне вот после прошлого занятия один мужчина написал, да, комментарий, что вот, может быть, лучше не с духами общаться, вот, обряды делать, а именно себя развивать, свои там способности, свои понимания. Да, конечно, хорошо себя развивать, это замечательно, я не спорю. Я даже двумя руками за развиваем себя, но на самом, ну, как сказать, духи, духи, они этому действуют, они этому способствуют. Вот именно любые духи абсолютно, даже вот как Рафаэль написал, вот таких вот негативных духов, демонов, ну, и там еще кого-то. Вот. На самом деле негативные духи нам тоже необходимы. Для чего? Вот как вы думаете? Вот человеку плохой дух, вроде плохие они духи, а зачем они нужны? Есть мысли по этому поводу? Я тоже дом хочу. Значит, будет. Ну, для чего нам плохие духи? У кого-нибудь есть предположения? Вот. Анечка говорит, в помощи кому-то во вред. Для опыта. Для опыта. Правильно. Для времени все в мире. На самом деле, глядите, вот человек, когда начинает стремиться к чему-либо, то есть он поставил себе цель, да, цель поставлена, начинает движение. И тут что? Ну, может быть, через других людей для страха, конечно. Может быть, через других людей, может быть, через кого-то, может, даже через него самого. Приходит плохой дух, да, плохой, скажем так. Вот низший дух приходит, и что начинает делать? Начинает ему делать гадости. Какие-нибудь там препятствия в виде препятствий, да, какие-либо там, как говорят, сглазы портят, там, еще чего-либо, да. И человек что? Вот у него цель есть, движение, а движение перестало. Так для чего ему вот эти духи? Вот это все. Очень хорошо, да, Рафаэль тут нас просвещает немножко, помогает мне. То есть человек хочет двигаться, правильно, да, повысить духовный рост. Вот именно духи вот такие, стоят для нас ступенечкой, ступенечкой. Сумеешь ты подняться на эту ступенечку и пойти дальше? Сумеешь ты пройти эти препятствия и достигнуть своей цели? Если бы было все так, как говорится, без препятствий, без вопросов, ну, я думаю, было бы неинтересно в нашей жизни, да, мы перестали бы стремиться к чему-либо, ну, скучно бы стало, скучно бы стало, да. Ну, захотел там чего-то, раз и получил, а потом, да я что-то не хочу уже ничего. Да, 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 правильно, Анечка, они нам помогают решать вопросы, вопросы, задачи, действительно помогают, понимаете? Вот, правильно говорят же, прошел огонь и медные трубы. Правильно говорят. Прошел через эти препятствия, ты дальше уже перешел на новый уровень. И на каждом уровне своего развития в своей жизни все равно будешь проходить все время огонь, воду и медные трубы. Все время будешь проходить, сможешь ты это пройти, если нет, ты возвращаешься назад и снова проходишь огонь, воду и медные трубы. Понимаете, многие, кто из вас замечал, что вот кто-то ходит по кругу, события идут по кругу, не тяжело, Анечка. Почему не могу, могу. Понимаете, ну вот, к примеру, да, девушка встречает парня, вот, да, встречает парня, начинаются отношения, девушка, то есть их отношения доходят до определенного периода. Это у всех происходит абсолютно, у каждого человека, у любой пары буквально происходит. Период проходит, и что, начинаются, преграды ставятся, то есть привлекаются духи, привлекаются люди. И вот как сумеет эта пара пройти этот порожек, да, поплывет их лодка дальше, или она разобьется, как говорят, а быт. Или она все-таки поплывет дальше, то есть выше уровнем, поднимется эта пара. И вот вы знаете, да, у нас все говорят про эти периоды, 3, 5, 7, 9 лет совместной жизни всегда проходят какие-то вот эти порожки, вот эти вот духи, там люди и так далее. То есть это работает у нас в мире так. Сумели пройти? Прошли, не сумели? Разбежались и начали все снова. И все равно снова начали. Анечка, ну по поводу денег, да, у нас на самом деле в нашем мире, особенно в нашей, во многих странах, да, все-таки научили нас относиться к деньгам как? Что это плохо? Вот кто из вас знает, вернее, неправильно сказала, да, что богатым, вот часто говорят везде, у нас это звучит, да, что богатыми быть плохо, плохо, да, грех, что богатые там кто, эксплуататоры, что они там плохие люди, что они тоже плачут, да, что они на самом деле несчастливые, что нельзя быть богатым. Для чего это делается на самом деле? Понимаете? Чтобы основная масса людей везде, а сейчас везде особенно, вообще во все это идет. Для чего это делать? Чтобы основная масса людей не желала, вернее, не могла быть богатой, чтобы они ставили себе вот эти программы, чтобы духи нищеты, духи страха, да, да, нежели богатым нечего начинать. Вот это, чтобы у людей это присутствовало, и чтобы дух изобилия, дух богатства не мог через это к ним прийти. А вот эти духи богатства, духи изобилия, они находятся вот у определенных семей. Да, у определенных семей золотая лань, правильно. И они этим пользуются. Нечего другим разбазаривать-то этого духа. Они лучше им сами попользуются, они сами его покормят. Понимаете? Да. На самом деле золотая лань, Анечка, неплохой мультик. На самом деле золотая лань, мультик показывает очень интересные вещи там, если конкретно посмотреть тот мультик, разобраться. Очень хороший мультик на самом деле. Благодарю, Анечка. Ребята, кто этот мультик помнит, поставьте мне плюсики. очень хороший мультик. Давайте разберем. Он для нас, раз уже вышло это. Вот. То есть там концовка такая, что вот богатый Бей, да, богатый там или Хан, не помню, как его там обзывали, он хотел лучше много золота. Он хотел много золота, да, и она ему дала этого много золота. Вспомните волшебные слова, которые она сказала ему. Вспомните те слова, которые сказала злота антилоп вот этому богатому Бею. как только ты скажешь, что довольно, достаточно, хватит, всё золото превратится в черепки. Как только человек начинает ограничивать себя, его изобилие, его энергия, его сила, его власть превращается в черепки. На самом деле мы этого ничего не видим. А мультики сказочные, мультики действительно классные. есть люди имеющие деньги, а есть богатые, и это не одно и то же. Да, не запрещать себе принимать всё то, что идёт вам из мира, всё то, что дают вам духи. Понимаете, вот как, ну, на примере вот меня, да, когда они ко мне стали приходить, это же было на физическом плане, ну, некомфортно немного, да, и я так, а, не буду, а, вот они, потому что сильно на уши давили, они пытались вот ко мне прорваться, чтобы я их слышать начала. То есть, вот это вот веснослышание пошло по поводу экономии. Экономить чего, Алён? Понимаете, это мне шло, это было, я сопротивлялась, я ставила себе защиту, блоки, да, и оно мне било, мне было больно. Как только я это приняла, я сказала, хорошо, я согласна, я принимаю. Всё. И потекло, и стало хорошо, и стало комфортно. и это касается абсолютно всего, что нам идёт в этой жизни на самом деле. Ага. Конечно, дух богатства есть, дух изобилия есть. Рафаэль, всё-таки, что такое дух народа, дух, воинский дух? Можно это спросить у духов. Разные духи, дух народа и дух, воинский дух. Это разные, да. А в чём именно, в чём именно вопрос? Воинский дух очень часто присутствует вот в основном у мужчин. Потому что это мужская энергия, это мужское движение, и он на самом деле чисто мужской, вот этот дух. Извините. А если придут и дадут какашку вот тут Арс написала? Значит, это необходимо принять. Значит, у человека есть запрос на это. Ну, негатив давайте назовём всё-таки Арс, да? Значит, у человека есть запрос пройти вот этот негатив, получить этот негатив. Понимаете? Почему? Вопрос. Берёте вы это или нет? Принимаете вы это или нет? Кто кем управляет? Духи народа. Какие это духи? Рафаэль Духи денег. Кто кем управляет? Понимаете? Вот кто кем управляет? Человек вот только думает, да? Вот кто кем управляет? Человек. Давайте ка разберёмся. Человек ли управляет? Духами возможно и он тоже. Кто кем управляет? А давайте ка вспомним. Вот подходит к вам допустим какая-либо женщина в магазине и начинает ворчать и начинает продавщицу ругать и всё вот это вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И что с вами происходит в этот момент? Ну-ка скажите мне пожалуйста что с вами происходит? Или вас кто-либо начинает оскорблять обижать да? Говорить гадости про вас про лично про вас вот правильно а что это включается? Слив энергии Алена пишет бешенство так что это происходит? Приходит к вам вот этот дух правильно Рафаэль энергию забирает энергию забирает вот этот негативный дух дух бешенства да? дух злобы дух обиды вот если меня это не задевает да? дарю ей любовь и выбор мой другу если меня это не задевает а не задевать это может только в том случае если вы управляете духами эмоций вот этими негативными если вы умеете это да духи всегда гладь слушайся пленуйся это в их интересах на самом деле духи направляют человека на путь для извлечения урока нужного очень хорошо если вас это не задевает да контроль контроль конечно контроль то есть когда вот глядите многие люди не умеют контролировать свои эмоции это умеют делать буквально единицы когда что-то вокруг вас происходит мощное а человек остается спокойный он улыбается что-то отвечает он просто умеет управлять духами он это не принимает негатив в свою жизнь не принимает и не распространяет его конечно осознанность требуется не просто осознанность Оль не просто осознанность а умение видеть то что происходит вокруг тебя умение видеть и слышать свои мысли видеть свои образы через что тебе кидает вот это вот все через что дух у тебя вот это проявляется через какой образ у нас просто в нашей жизни очень много таких ситуаций через которые мы научились испытывать негативную эмоцию то есть нас с детства научили что вот это обидно нам больно нам плохо мы злимся понимаете нас это научили через какие-то ситуации и мы на эти ситуации с вами включаемся если она повторяется мы обязательно включимся обязательно нашу энергию этот дух заберет пожалуйста Анечка приходите еще цепляет то что находит резонанс с тем что у нас внутри да конечно да конечно вот эти наши программки которые мы нам насажали наш социум насажал через наших родителей нам пришло через наших предков да вот сейчас каждый знает что мы сами придаем заряд энергии знает знает а кто пользуется оль кто пользуется этим кто придает заряд энергии кто придает заряд своему настроению кто из вас придает вот скажите поставьте плюсы кто умеет утром проснуться сказать у меня сегодня будет великолепный день и у меня все получится все что я задумал все получится кто из вас так делает ну это понятно еще кто вот кроме Ольги напишите мне ален получается единица это делает понимаете единица умеет рада познакомиться единицы это на самом деле все делают вот единицы вот кто вот раз два человека ответили что да я так делаю я знаю что у меня день пройдет великолепно и он проходит великолепно весь день идет на позитиве могу привести пример по этому поводу так мы отвлекаемся от темы немножко но сейчас это все равно духи природы по поводу управления духами кто вами управляет один мне клиент посоветовал как-то давно посмотреть фильм по поводу какой мы заряд себе даем какие мы энергии себе придаем что мы к себе притягиваем позитив или негатив фильм такой есть я думаю многие про него слышали секрет многие смотрели как вернуть себя в нормальное состояние выйти из депрессии секрет вот фильм называется он сам его смотрел буквально буквально я не помню сколько прошло может год у него прошел и человек вваливается в такой негатив из которого не хочет выходить ну там немножко другие вопросы но когда я ему говорила его слова говорю ну вот ты сам что делаешь ты себе ставишь везде минусы поменяй отношение к этой ситуации и ситуация изменится он мне говорил это невозможно есть учебник по менеджменту с духами ага плохой ну где-то рассказывала себя на видео менеджмент с духами да что легче изгнать плохих духов или перепрограммировать плохую программу в человеке на самом деле это вот прям Рафаэль получается ну буквально одно и то же плохую программу если рядом сидит дух он огромный программа плохая никак не перепрограммируется то есть сначала желательно поработать с духом то есть убрать одного духа и призвать на это место себе другого духа потому что нельзя убрать духа оставить место пустым да вы все знаете что святое место пусто не бывает то есть все вокруг нас много духов да я повторюсь что человек рождается и возле него сразу ему в услужении находятся 52 духа минимум потом кто-то маленький становится потом кто-то вырастает да смотря что в какие события у человека происходят какие эмоции человек испытывает вот эти духи начинают кто-то расти кто-то становится маленький могу пример привести что вот одна клиентка обратилась у нее был дух такой очень сильный негативный он был огромный просто-напросто ну вот ее депрессии ну человек буквально вот можно сказать умирал и когда я ей сказал выращивай своего позитивного духа выращивай духа любви выращивай любовь к себе у нее какие-то проблески появлялись но вот этот огромный ее дух негатива он просто не позволял этому маленькому ее духу любви радости вот вырастить не позволял то есть она чуть-чуть их подращ подращивает а он опять ее так оп иди сюда и главное что что человек сам вот слыша да что вот я советую да выращивай его искусственно выращивай своих позитивных духов искусственно тоже говорит невозможно а вы как думаете возможно вырастить своего позитивного духа ну духа радости например духа удовольствия духа счастья духа женственности возможно их вырастить искусственно скажите мне пожалуйста как вы думаете ольга я про тебя рассказывал наверное сегодня да каким образом вот тут считают что можно вырастить искусственно вот своих позитивных духов просто похоже очень вот спрашивают это как вот кто говорит что да давайте порассуждаем как можно вырастить искусственно своих духов позитивных надо радоваться когда нерадостно спрашивает можно радоваться когда нерадостно а я не сначала слушаю на моем мнении что самостоятельно бывает очень трудно справиться так направлять внимание где внимание там энергия буквально недавно по этому поводу проводила прямую трансляцию где у нас внимание там и энергия видео называется зависть равно удача на самом деле легко да на самом деле знаете как когда на вас наваливается вот этот дух негативный да дух уныния в основном все-таки самый такой сильный дух дух уныния не веря в себе там жалость к себе его следует в себя скинуть можно его отправить в освоясь в свою обитель да есть такие обряды когда можно отправить духа такого в свою обитель и привлекаем духа радости изобилия счастья ну таких позитивных духов да к себе и что и начинаем действительно радоваться улыбаться вы попробуйте начать улыбаться улыбаться себе улыбнитесь себе в зеркало хотя вам вроде бы грустно улыбнитесь другим людям да есть песня такая улыбнись и тебе в ответ улыбнуться я сейчас слова путаю конечно вот иди под пень там живет лень да понимаете когда вы улыбаетесь вам улыбаются в ответ вы не замечали такого никогда раньше изгоняли плохих духов это немножко другое Рафаэль таких людей уничтожили не дали возрождаться это было до войны да это немножко другое ну экзорцизмы и духи другие немножко там по сейчас скажу ну задачи у них другие у этих духов вот а где обитель хмура депрессионного духа в зеркале почему в зеркале у них у всех своя обитель чтобы вам не заморачиваться куда его отправлять ну просто берете силы Господа Бога нашего да или силы наивысшего неизвеченного божества отправляете этого духа в свою обитель даже не заморачиваясь куда он пойдет он знает где его обитель он туда сам уйдет когда вы его туда отправите не своей силой силой наивысшего неизвеченного божества да от улыбки солнечные вот понимаете дальше поехали так про что я сегодня еще хотела с вами поговорить у нас так сумбурно все получилось духов на самом деле много да вот духов вообще очень много духов событий духи событий да то есть вообще любых событий духов деятельности можно активировать денежного потока духа семьи вообще очень много всего в нашем мире в нашей жизни да ну это отдельная история мы как-нибудь с вами обязательно по этому поводу поговорим добрый вечер Надя обязательно по этому поводу поговорим я думаю что мы не раз еще встретимся на этой площадке замечательно мне здесь очень нравится комфортно то есть здесь как-то вот комфортно хорошо по-доброму хоть я и ведьма да хоть я и ведьма ну вот ведьмы разные бывают энергии-то одни на самом деле черные-белые маги зависит от человека чем он занимается магия она одна а вот что делает человек вот это вот на самом деле зависит от самого человека зло присутствует только в человеке только человек нет ну как духи и грегоры это одно и то же нет то ли это не одно и то же на самом деле хотя тоже духи и грегоры это разная иерархия и грегоры более высокой иерархии духи а духи это все начиная от нашего господа и заканчивая низшими духами то есть это все остальное все духи только получается что проекция в этом мире в проявленном у всех разная вот у природных духов да проекция на это в этот проявленный мир какая деревья природные явления и все такое да а люди тоже свои духи у нас еще плюс душа в придаче еще присутствует вот от небольшой ярвы если не знаешь как не просто избавиться от большого духа например депрессии мне кажется самостоятельно не получится ну ален если не получается действительно то можно обратиться за помощью к специалистам которые могут посодействовать да энергетические в этом плане духи есть и мужские и женские смотря кто смотря какие духов красивых Рафаэль ведьм красивых на самом деле очень много очень много так наверное существует эгрегор духов ну вот глядите давайте разберемся что такое эгрегор на самом деле дух игрушки да есть эгрегор это на самом деле наше представление в этом мире Бога вот мы представляем Иисуса мы же не знаем как он выглядит да нет ведущая магия видимо ведущая магия у нас даже в этом переворачивает все мы как мы представляем Бога вот это есть эгрегор то есть у нас какие эгрегоры бывают вот это эгрегор это то что нам позволяет выйти на энергии наивысшего то есть самого Бога быстрее почему мы работаем через них да через иконы через образы мыслеформы вот это вот есть да вот это и есть эгрегор их очень много они разные как мы представляем вот это эгрегор что мы видим что мы понимаем через что мы можем быстрее обратиться как в молитвах говорят да моли Бога о нас моли Бога проси передай мою другими словами передай мою просьбу Богу наиболее коротким способом да прямой канал без всяких посредников вот это вот эгрегор так ой ну да дальше поехали про наших домовых скажите мне пожалуйста кто из вас встречался с домовыми у кого есть дома домовой поставьте мне плюсики а кто не знает есть домовой или нет ставьте минусы оля даже не сомневалась конечно конечно он мой помощник так есть но не встречалась так замечательно пропал нож впервые в жизни это домовой да это домовой многие не знают есть ли он или нет ну вот глядите что это такое да давайте разберемся поначалу тоже природный дух но дух из бытовых такие духи которые нам тоже содействуют в нашей жизни вот сейчас мы приступаем к такому к самому главному событию разбору да домовой дух бытовой а каких вы еще бытовых духов знаете потому что это у нас все вместе работает какие еще бытовые духи о ком слышали вы ну сейчас на самом деле очень много информации в интернете по телевидению в этом плане показывают тоже интересно да вот вы лично про каких бытовых духов знаете особенно в деревнях вот их очень хорошо видно слышно джинны да у мусульман джинны так авинники так еще какие бытовые духи вот баники ага еще еще сейчас очень так дома животные комнатные растения выполняют роль домового нет 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 они играют роль домового они могут через них домовой может вам что-либо показать что-либо сказать на самом деле через растения через животных дворовые есть да чердачники у нас сейчас очень много офисных офисы есть да тоже бытовые духи такие которые нам содействуют машиновые знаете я их называю хозяева хозяева машины они такие интересные они мне так нравятся эти машинные духи они вот машинные духи вот если взять историю да они из гномов во-во-да подъездные или парадные да-да-да конечно есть конечно есть да я их вижу я их слышу я знаю как кого зовут они мне представляются интересно с ними общаться разговаривать то есть буквально знаете вот прям люблю машинных вот прям очень люблю машинных духов ну не знаю почему они просто интересные домовые тоже очень такие забавные сами по себе так вот почему духи значит да с чем связан вот спрашивайте с чем связан характер духа прячется он от тебя или показывается ну на самом деле насколько для вас важен этот дух на самом деле нужна ли ваша помощь ему вам от него помощь все духи кроме вот негативных все духи остальные остальные духи стоят и ждут когда вы их попросите о помощи о содействии они не будут вам содействовать они будут стоять и смотреть как у вас проходит проходит жизнь будут вам содействовать ваши личные духи вот духи ангелохранители да они могут вас что защитить они могут вам что-то посодействовать да помочь как-то выйти, да. Классно. Вот эти духи, они с вами работают в плане того, что как-то вас оградить от каких-то неприятных духов, от неприятностей. Моего домовенка зовут Володя, его надо призывать. Его следует кормить, его следует, да, конечно, обязательно его следует призывать, и с ним следует разговаривать с домовым. В кровати дух мурчит, вообще классно. Привлекать к себе хороших духов хлебом и водой, их на самом деле не привлекать, а угощать под святыми дарами, да, не обязательно хлебом и водой. Ну вот, скажем, скажем, духа домовые тоже разные, они тоже разнополые, они девочки и мальчики, они, бывает, создают семьи, у них, бывает, детишки. Если вот у вас повезло, да, у вас есть семья, в которой есть домовушка, домовенок, да, и детки у них есть, тогда в вашем доме что будет? Нет. Можно ли напитать домового высшей энергии, подарить ему вечную жизнь? это не в наших силах, на самом деле, на самом деле, Еленочка, прекрасная. Напитать домового высшей энергией, это не в наших силах. Домовой может получить какое-либо, то есть движение, да, в этом плане, вечную жизнь. Если он будет вам содействовать, если они, то есть вот духи, содействуя людям, почему им важно содействовать, они могут вот именно перейти на другой уровень, то есть стать другим духом, который может вот действительно получить вечную жизнь. но это если он сделает столько, много для человека, тогда вот вот, мир лотою, да, есть ритуал свадьбы домового, демоны, демонятые духи, одно и то. Демоны, тоже духи, только низшие духи. Как понять, принялись духи, подарок или нет? Подарок, угощение меняет свои свойства, то есть хлеб чистеет, вода испаряется, принимается. Если этого не происходит, не принимается. На самом деле бывает, что когда духа нет, это не происходит. Да, домовенок служит духу дома, он защищает энергетику дома и людей, живущих в нем. Чем больше вы будете кормить, угощать своего домового, святыми дарами, то есть вот просатым таким, да, тем больше он будет по энергиям становиться. То есть это же энергия, пища, это тоже энергия. Они же ее, как, они забирают из пищи энергию, они съедают ее, она никуда не денется. Это же энергия тоже, и на энергетических планах это тоже энергия. Они будут оттуда энергию забирать. То есть это будет засыхать, убираться, да, и они что делают? Растут. И вот когда вы их так покормите, подрастите, вы уже можете к ним обращаться за помощью, за содействием, чтобы они содействовали вам в вашей жизни. И они будут содействовать, потому что домовые даже могут защищать дом от магического воздействия, от порчи на вас ли, на ваших детей или близких, да, то есть они действительно защищают, они могут это делать, если у вас добрый домовой, вернее, вы с домовым вот так вот дружите, он сильный, большой, он помогает. У меня вообще вот бегает вот тут вот бывает по дому, по квартире, стучит мне, разговаривает со мной. Конечно, как попросить вернуть нож? Вообще любую вещь, да, как просить вернуть? Ну, домовой, домовой, да, поиграл, вернее, обратно. Тебе для чего этот нож был нужен? Возможно, он его спрятал, потому что шел какой-либо удар на вашу семью, да, или на кого-то из вас, кто-то должен был очень сильно порезаться, поэтому он спрятал его. Сейчас это воздействие, допустим, пройдет, он уберет это воздействие, ваш домовой, алло, и нож вернется на место. Вот, волшебно. Они, ну вот, я написала один, вернее, у меня же видео есть, как вот конкретно с домовым общаться, как ему домик делать, вот все, ну вот, лично у меня домовой очень любит выпить рюмочку венца, очень любит, иногда даже так возмущается, когда вот праздник, мы там сидим за столом, да, ему забыли угощение поставить, он возмущается, он может там уронить что-нибудь в шкафу на кухне, похулиганить, так, мы про него вспоминаем, и прям, о, сейчас мы тебя тоже покормим, и накладываем ему угощение, рюмочку ему ставим, и вот он с нами тоже так вот пирует. Так вот, да, духи, это невысокая вибрация, так мы им предлагаем угощение, освещенные, дары, почему они через это будут расти, тут нет никакого противоречия. Почему домовой алкоголик нет? А что же тогда получается? Вот глядите, вот наши водные духи очень любят водку, они алкоголики все. На самом деле спиртные напитки это очень энергетические напитки, они еще помогают нам очищаться от магического энергетического воздействия. Вы об этом знали? Он же у меня не упивается этим спиртным, я же мне каждый день даю. Меня не бушует, не хулиганит, у меня все хорошо, с домовым все хорошо. Так вот, приходим к главному. Как же можно все-таки попросить духов леса, духов воды, духа огня, вам посодействовать, да, духа природы, духа дерева, чтобы можно, даже такое бывает, то есть как вы можете попросить вот этих духов, чтобы вам они посодействовали. Вот кто-нибудь уже знает, кто-нибудь уже сообразил? там в сущности есть у алкоголиков, да, они поэтому пьют. Конечно, потому что они энергетически истощены, Рафаэль, на самом деле нет энергии, нет энергии у людей, нету сил, поэтому и пьют. Так как к ним обратиться за помощью, так же, как к любому из вас? Ну да, конечно, ну вот глядите, расскажу вам вот историю тоже со своей практики. Девушка вот ко мне обратилась и почему-то мне вот прям у нее там неприятности на работе были, она тоже уже не знала, что еще сделать, вот она обратилась ко мне за советом, что можно еще сделать. мне прям вот прям говорят духи иди в лес, есть такой, знаете, да, обрядик такой, сходить в лес, найти место, где не ходят люди, оно такое, знаете, буквально прям нелюдимое, там деревья так очень много заросли. Сейчас расскажу. То есть деревьев много, кустов много, да, вот вам найти такое место, зайти туда и предложить вот, ну, если дух леса, да, дух деревьев, там, предложить им угощение, то есть вы делаете, берете, что любят духи леса, вот в основном, как вы думаете, что любят духи леса? Вот вот еще одно у нас неправильное отношение с духами, да, что за это следует расплачиваться. Ну, милот, вот Ольга пишет, зернышки различные, да, ну, вот, семечки, там, проса, пшеничка, что еще можно, вот такое вот, водичку взять, да, в бутылочке, в какую-нибудь емкость туда, и вот туда поставить, да, то есть делать, естественно, сначала просад, то есть это предложить, осветить ее через нашего наивысшего незреченного божества и предложить духам леса эти угощения. Если вы молочко, хлеб, молочко, хлеб, предложить духам это угощение и отойти так в сторонку, да, и произнести вашу просьбу, что, какую просьбу, духи леса, посодействуйте мне в изменении моей жизни наилучшую для меня сторону. И отойти так на небольшое расстояние и понаблюдать, что будет вокруг вас происходить. Будет ли движение воздуха, движение там птичек, там птички налетят, да, или еще какое-то движение. Вы можете почувствовать как-то вот энергии мимо вас какие-то пошли. То есть это духи активируются, да, они побежали за священными угощениями. Они услышат вас, они действительно придут. Вот когда я девушке это посоветовала, она пошла, сделала, благо в лесу живет, ну, вокруг лес, да, пошла, это сделала, угостила, и она мне потом буквально там через какой-то период времени звонит, и такая восторженная, говорит, Лена, это какие-то чудеса, я это все сделала, и гляжу, откуда ни возьми, стадо коз пришли, именно туда, где я оставила угощение, и козы-то какие красивые, говорит, прям необычные, такие козы, прям такие замечательные, то есть у нее духи что, угощение приняли, просьбу услышали, но есть маленький нюанс, маленький, маленький нюанс, кто знает какой, не надо ничем расплативаться на самом деле с духами, вы их попросили о содействии, вы их уже угостили святыми дарами, ну кроме вас мало кто это делает на самом деле, да? а вот дальше глядите, что может происходить, раз вы не... Вашей жизни начнут поблагодарить обязательно, конечно, в вашей жизни начнут происходить события, возможности появляться, да? и вам главное эти возможности не просто увидеть, но и воспользоваться ими, потому что очень часто духи выполняют наши просьбы, очень часто, а мы ими не пользуемся. Вот одна из девушек мне один раз написала вот по этому поводу, как мы не пользуемся теми возможностями, которые дают духи. Она вспомнила ситуацию такую, вот именно с деньгами, да? Они с сестрой просили определенную сумму денег, вот прям вот, Господи, да пошли-то нам вот очень надо там какую-то сумму денег. И что самое интересное, ну, прям вот в ближайшее время, они получают эту сумму денег, но получают как? Они ее находят. для советских времен это была большая сумма денег. И что они делают? Они получили именно ту сумму, которую запросили. Что они делают? Они берут и благополучно относят эти деньги в милицию. запросили. Пожалуйста, духи выполнили запрос. Вопрос, почему не взяли-то? Вот так у нас по жизни происходит. Запрос выполняют духи. Мы не берем. Понимаете? Они нам содействуют. Вот когда мы просим, они не содействуют на самом деле. Они делают свои подарки, они шлют события, они шлют возможности, как в том мультике. Шлют возможности. На тебе, пожалуйста, бери, сколько ты хочешь. Вот ты запросил много. Приобретать то, что ты хочешь. Тратить не надо. Человек запросил, да, вот, а у нас сейчас очень часто идет такое, хочу все и сразу. Хочу все и сразу. Да на, вопрос ты это осилишь. Получают люди, но не тянут. И очень часто получается так, что вот это вот все пришло, что запросили, а что с этим дальше делать? И люди бывают сваливают в прямом смысле обратно в другие измерения, в другие миры с этого, с нашего проявленного мира, потому что не оселяет это тащить отказываться не хочется и осилить не знают как, не тянут, не готовы, поэтому аккуратней с этим, аккуратней. Да, вот я и говорю, единственный нюанс работы с духами это правильно формулировать свои заявки, правильно говорить о том, что вы желаете правильно думать, потому что они слышат наши мысли. Хочу мужа, да, какого-нибудь, какого мужа получите? Да, да, Оля, умирает, умирает, сваливает в чужие миры, в другие миры. способность принимать, не все готовы принимать все то, о чем мечтают. Вот спросите любого, вот каждого, да, денег хочешь, сколько тебе денег надо для счастья? Много, 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 много. Если у тебя завтра будет миллион, и этот миллион будет приходить к тебе каждый день, что будешь этим делать? Сейчас поговорим, Рафаэль. Понимаете, мы запрашиваем, мы хотим все быть счастливыми. Вы умеете быть счастливыми? Что вы будете делать, когда вы будете счастливы, когда дух счастья поселится у вас, рядом с вами, в вашей жизни, в вашем доме, в вашей семье? Что вы будете делать в это время? Вопрос. Танцевать? Вот. Правильно, Антонина, делиться правильно. Преумножать это все следует уметь, а мы не умеем. Понимаете, чем больше, ну вот как энергетики говорят, да, вот как с нашими энергиями мы общаемся, чем больше я работаю с энергиями, с людьми, с духами, чем больше я это через себя пропускаю, тем больше у меня сила возрастает, понимаете, я это аккумулирую, больше делаю, чем больше я становлюсь, да, то есть я становлюсь сильнее, чем больше я работаю, тем мне лучше становится на самом деле. Как изгнать алкогольного духа? у нас есть богиня такая Мара, она у нас вот все вот эти вот духи алкогольные, наркомании, табачные, которые ведут нас к измененному состоянию сознания, то есть она с ними работает, она контролирует их деятельность, да, но вопрос Рафаэль, для чего человеку этот дух алкогольный пришел, то есть он не просто так приходит, прежде чем кого-то изгонять, следует понять, для чего возле вас этот дух. Вот мне от радости хочется танцевать, а раньше не хотелось, это хорошо, когда человек танцует, вот он аккумулирует радость, счастье, наслаждение, то есть он это увеличивает, он это в мир пускает, и это из мира в себе будет получать, увеличивайте это на самом деле. Нет, Мара не напускает на людей алкогольный дух, человек сам запрашивает этого духа себе для чего-то, для прохождения чего-либо в своей жизни, для получения опыта. там вина нет любви, где дух алкоголя. Ну, так для чего дух алкоголя человеку необходим? алкоголя приходит, очень интересный вопрос. Если там вина и нет любви, для того, чтобы человек все-таки защищается от всех, от себя, от своей любви к себе, понимаете, он боится, он не знает, как себя любить. пока он этого не осознает, дух не уйдет. Это касается всех подселенцев, кто приходит, таких вот духов, кого подселяют, то есть это тоже запрос человека, у нас все происходит с нашего согласия. Дух курения немножко другой. Да, задача научиться любить. дух курения на самом деле да, 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 у нас не только пол России, у нас пол мира такой, Рафаэль, у нас пол мира так живет. Нельзя у нас любить себя, нельзя у нас быть счастливым, нельзя у нас быть богатым. Это у нас такие программы нам ставят самого рождения. Дух курения на самом деле это защита от других духов. Вот приходит дух, да, какой-то плохой человек, и человек не знает, как от него защититься, он начинает курить. А вспомните, окуривание у нас окуривание в церквях происходит, ладаном, да, это кормим хороших духов. Окуриваем, сигаретами мы тоже себя окуриваем. вспомните шаманов, что делают, тоже окуривают себя для защиты от духов. Защищаются люди от духов, они не знают, что с ними делать, они не понимают, что с ними делать, поэтому курят. вот так вот, вот такие вот у нас интересные нюансы, да, происходят в нашей жизни с духами, вот именно так, интересно, с духами природы, с духами с нашими домовыми, да, а знаете, вот очень люблю, очень люблю общаться ко всему миру, да. Ну да, он получается полезный в этом плане, что он помогает защититься человеку, но человеку незачем защищаться. Сейчас, я помню, Рафаэль, я помню, человеку на самом деле незачем защищаться, если человек принимает это все, он перестает курить, ему незачем дымить. Дымить можно палочками, получать от этого удовольствие, да, ладаном, вот этими ароматическими маслами можно дымить, то есть получать действительно от этого хорошие все-таки эмоции, да, хорошие энергии через это получать. вот все, Рафаэль, душа тоже дух, где она находится, какого размера, говорят, душа в пятки ушла. Душа у нас действительно гуляет по телу, и очень часто наша душа, это, я думаю, все-таки отдельная тема, Рафаэль, очень часто мы душу вкладываем, мы ее теряем, у нас ее забирают, или мы сами ее отдаем, очень часто у нас остается, да, у человека, если очень мало энергии на жизнь, то есть вы видите таких людей, у них нету сил жить, у него нету души, остался вот маленький-маленький огонечек этой души, остальное все раздано, потеряли, забрато, куда-то спрятано, то есть это отдельная тема, я думаю, мы с вами еще поговорим по этим вопросам, много есть о чем поговорить, с точки зрения духов, да, с точки зрения души, это такие вообще интересные темы, интересно в плане того, что мы не рассматриваем наш мир вот именно с этой стороны, мы привыкли его видеть с нашей материальной стороны, а со стороны духов, со стороны энергии, мы мало на это смотрим, мы мало к этому стремимся, потому что до такой степени закручены в своих бытовых вопросах, что в своих вот этих денежных вопросах, что прям какие духи, какие энергии, зачем нам это надо, у нас другие цели и задачи по жизни, вот, итак, по поводу наших, что хотел сказать, а, приглашай, да, на что я хочу, куда я желаю вас всех пригласить, ну, вы все знаете, что у нас очень скоро, буквально на след, ну, не на этой неделе, а через 9 дней, да, 31 числа у нас будет такой замечательный волшебный день, если по нашим традициям, по русским, да, Вересова ночь, шабаш, на самом деле, я называю это шабаш, на Вересову ночь, в других народностях, да, тоже говорят, день всех духов, да, как его еще называют, Хэллоуин, по-другому, да, ну, вот опять же, Хэллоуин называют, что это негативный, мол, того, духи тут гуляют, все это, вот, все плохо, надо защищаться, но на самом деле, там немножко другая история, да, и сама им, да, тоже называется, то есть по-разному, в разных народностях этот день называется по-разному. Конечно, и нас так программировать, то есть у всех день в разных народностях это называется по-разному. И что же происходит в этот день? В этот день у нас открывается, всего два дня таких у нас в году, когда открываются двери между всеми мирами. В это время духи предков, духи с других миров, то есть с других, с параллельных наших миров, да, могут и низшие духи, могут и высшие духи. Они могут ходить туда, куда им захочется. И в это время можно делать великолепные обряды, обряды для нашего рода, для нашей жизни, очищающие обряды, да, привлекающие в свою жизнь, все-таки обряды счастья. Можно загадывать желания, почему у многих людей не исполняются желания, то есть человек загадывает, загадывает, да, желаю, 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 желаю. Не пойму, почему он не исполняется. То есть в это время желания намного быстрее доходят до наших духов, да, до заявки вот этой. И они будут быстрее исполнять эти желания, потому что в этот момент духи ближе к нам, они еще ближе, еще больше духов рядом с нами. Будем ставить правильную защиту на наше жилье, общаться с домовым. 31 числа вечером будет это, в 21 по Москве, чтобы я сделал вот так чуть-чуть попозже, да, чтобы мы действительно вот в этот период, в самый такой сильный период начали общение с духами. Кого-то мы призовем, кого-то мы уберем, то есть мы поработаем действительно с нашими, с предками, предки тоже к нам придут в это время. Мы правильно с ними пообщаемся, мы правильно пообщаемся с вами, каждый из вас будет с домовым общаться. И вот именно чтобы, чтобы больше людей смогли это сделать, да, я поставила такую вот небольшую стоимость вот этого, этой встречи с духами. Вот, посмотрите, пройдите по ссылочке, посмотрите, интересно вам будет, то есть я даже написала, что следует приготовить, мы будем с вами делать алтарь, чтобы вот для наших духов правильно их кормить будем, прям вот им делать вот именно так, как жертвоприношение, да, будем им делать. Это все можно сделать дома, не выходя на улицу, да, то есть у нас с вами всегда есть, присутствует огонь. Ну как огонь? Ну вот у меня даже сейчас огонь присутствует, вот у меня в лампадке тут стоит. Вот, ну и естественно что? И конечно же всем, кто пожелает у нас пообщаться вот так в этот день на нашем шабаше, да, пообщаться с духами, с предками, загадать желания. Можно очистить себя вот от нежелательных сущностей, которые присутствуют в вашей жизни. Можно в этот момент тоже себя очистить более легким способом таким. Потому что в этот момент, да, в это время, вот действительно перед нами раскрывается вся наша Вселенная. Воскрывается, ну то есть все возможностей будет, вот море, да, готовы принять эти возможности, присоединяйтесь. Ну и для всех, кто решит присоединиться, решит присоединиться, да, я сделаю такой подарочек великолепный. У меня есть тренинг «Любовная магия». Он такой, он однодневный, да, одно занятие, трехчасовое «Любовная магия». Что там у нас на «Любовной магии» я вам сейчас расскажу. Значит, ну, проводился тренинг тоже зимой, тогда было тоже солнечное затмение. И я вот давала обряд, как вот себе помочь, да, как хорошо пройти вот солнечное затмение, чтобы ваша жизнь, ну, перешла на другой уровень, стала более, то есть убрать негатив, как из вашей жизни, и привлечь в свою жизнь позитив, да. Дальше. Вот на том тренинге есть обряд «Искра семейного счастья». Этот обряд, он пришел конкретно через духов, по запросу одной из клиенток, тогда вот она у меня была, то есть мне вот прям показали, что для нее необходим вот этот обряд, да. Я его записала, то есть мы этот обряд на этом занятии делали. «Искра семейного счастья». То есть у нас очень, у многих семья есть, любовь есть. Но чего-то в жизни не хватает, да, вот тускло, может быть скучно, что-то вот, что-то, что-то не идет, да. У нас, потому что вот у предков где-то такое происходит, что отдают эту искру или теряют, или затушили, да, чтобы, ну, там свои вопросы у каждого в роду, у каждой семьи происходило, да. То есть вот это вот, естественно, делается. И вот пришел этот обряд, и мы его делали тоже на этом занятии, обряд «Искра семейного счастья». Дальше. Каким образом можно изменить отношения между любимыми людьми? Когда вот люди тоже вот общаются, неважно, женатые или неженатые там, и что-то происходит, то есть можно изменить это отношение, да, вот негатив повернуть на позитив, то есть одним словом, ну, прямо вот обряд, да. Дальше. Для женщин. Горизонтальная система накопления сексуальной энергии здесь дано. И вообще, как правильно привлечь в свою жизнь партнера. Обряды вот такие вот. У меня бегущая боль под ребрами – это сущность. Антонина. Боль с правой стороны у вас ведь идет. Я правильно понимаю, да, Антонина? Так вот, если вам интересно, да, если вы желаете поучаствовать вот в шабаше в нашем 31 числа и получить подарок, вот, любовное занятие по любовной магии, присоединяйтесь, да, я буду вам очень рада. Но не забывайте, что у нас все-таки ограниченное число и место. Ну, вот здесь вот у девушек хорошо, 300 человек может поместить, у меня не может поместить комната 300 человек. Поэтому поторопитесь, поторопитесь, поэтому, чтобы не упустить такую возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Загадать ваши заветные желания, которые никак не могут исполниться. Научиться вот при помощи любовной магии правильно привлекать в свою жизнь партнера своего, да. Это правильно зажечь искру своего семейного счастья, чтобы она действительно зажглась и ваша семья стала светлой, счастливой, радостной. Чтобы у вас в доме зажглось тепло, стало комфортно и уютно. А скажите мне, пожалуйста, вот мы говорили как раз про домовых, да. У очень многих такой вопрос, да, возникает, что там вот домовые не проявляются, не проявляются. Вот у кого не проявился домовой, скажите мне, пожалуйста, а как вы себя чувствуете дома? У кого не проявлены домовой? То есть вы не знаете, есть он или нет. Вот как вы себя дома ощущаете? Кто? Вот, дома я как в болоте ничего не могу толком делать. Ого! Хорошо, вроде ага. Так вот вопрос, Ольга, да, вот глядите, как интересно. На улицу выхожу, будто глаза раскрываются. Вот там, скорее всего, Ольга, вот не в болоте, где-то подклад лежит, походу. Так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому домовой не действует. Следует убрать подклад, конечно, домовой. Я даже не представляю, кто бы мог подклад положить, домового нет у меня точно. Выращиваем, значит. Опа-на, я зависла. Меня слышите? У меня вроде разговаривают, мне просто. Вот. Так. Подклады могут быть, передаваться по-разному, на самом деле. Может быть, вы приобрели это жилье уже с подкладом. Вот. Постоянные ссоры с сыном, с мужем. То есть, вот таким образом, глядите, у вас, понимаете, дома некомфортно. Почему? Потому что либо домовой, ну, домовой присутствует всегда, но вот домовой, либо он, вот вам делает вот эти ссоры, да, вам делает вот это балло. Если дом, есть квартира, есть, значит, он присутствует. Просто либо он маленький, голодный, никому не нужный, да, либо вот он злится, делает гадости, пытается обратить на себя внимание. То есть, вы сядьте, поговорите с ним, ну, пусть вы будете наедине с ним. Покормите его, то есть, сделайте просад, сделайте ему кроватку, определенное место, специальную для него посудку. Да, кому интересно, можете вот у меня на сайте, ой, у меня на канале, на ютюбе найти видео есть такое, домовой, как с ним общаться. Знаете, прям, я давно его делала, года два, наверное, назад это видео. Вот. Как вот, чтобы ему стало у вас комфортно. Если будет домовому комфортно, то и вам будет дома тоже хорошо. И периодически его подкармливать. Не воду, говорю, там каждый день, да, но поначалу желательно каждые три дня менять ему угощение. Потом можно это делать и пореже, да, ну вот. Понимаете, почему? Сразу произошло зависание. Значит, вот у кого зависание произошло, ваш вопрос. Ваш вопрос. То есть, обратите на это внимание. Вам это необходимо сделать обязательно. Обязательно. Понимаете, у многих зависло, но я вот вроде бы, у меня все хорошо. То есть, вам необходимо покормить домового своего духа, чтобы изменилось состояние, действительно. Состояние самого духа домового и атмосферы в доме. Почистить свое жилье, да, при помощи соли, там, при помощи... Ну вот, соль хорошо убирает подклады, да, обряд вот у меня на сайте есть. Чищу пространство хорошо, а кормить не кормим. Кормим теперь. Переходим на кормление домовых духов. У кого, да, на работе некомфортно себя чувствуете, покормите своих офисных духов. То есть, так можно сделать. То есть, вы делаете вот именно комфортно. И тогда духи перестанут вас дергать, перестанут вас щипать, да, перестанут, будет у вас и спать дома комфортно, и общение будет хорошее, и люди будут приходить хорошие, все плохие начнут уходить из вашей жизни. То есть, с теми людьми, с которыми вам некомфортно, они будут отсеиваться. Будет вам вот дух содействовать. Вот такой домовой веселый дух, на самом деле. Легче будет по жизни идти, когда ваш домовой будет вам содействовать. А, если вы, ну вот, можете принести себе еще одного домового, да даже не одного. Вот знаете, сейчас очень во многих местах есть такие дома, которые рушатся, да, которые переселяют. Сейчас повторю, Алё. То есть, в них домовые гибнут, да, но они пока что еще, пока стены стоят, домовые есть, люди в них уже не живут, в них гибнут домовые, да. Что вы можете сделать? Вы можете этих домовых себе забрать. И вот такие домовые, в благодарность того, что вы их себе забрали, дали им шанс жить, что они, что вы их кормите, они будут вам содействовать еще больше. Естественно, домовые, на самом деле, между собой не ругаются. У них нет таких эмоций, да, как наши. Они могут вот нам только делать вот что-то либо, чтобы на нас обратить, вернее, на себя обратить внимание. Вот. Чем больше вы принесете к себе домовым, тем больше они будут вам содействовать. И не только в вашей личной жизни, но и в вашей деятельности они тоже могут содействовать. Наивысшее, неизреченное божество. Кому мы обращаемся всегда за помощью, да? Наивысшее, неизреченное божество. Можно, Алена, проще. Господи. Наш единый Бог. Так, я живу не всегда в этой квартире, даже в другой стране. Погода не бывает здесь. Могло быть так, что домовой ушел, или обижается, что я надолго уезжаю. Домовой не обижается в этом плане. Но вот когда вы приезжаете вот раз в год, да, можно его кормить. Он будет вам благодарен и будет содействовать в охране жилья. Да, то есть вы его покормите, можете попросить, чтобы он охранял ваше жилище там от воздействия, ну, от воров, допустим, от пожара, от наводнения, то есть вот от таких вот действий. То есть бывает, что что, затапливается там, еще что-то. То есть вот от таких вот негативных событий вы можете попросить, чтобы он защищал ваше жилье. Господи, прими в дар эту пищу. Мы предлагаем Господу эту пищу, и она наполняется его энергией. Вот таким вот образом мы с вами можем просить о содействии наших духов. И они будут нам делать подарки, делать, оказывать нам помощь, да, в виде событий, в виде людей, в виде чувств, ну, и эмоций положительных, да, все вот это вот в нашем, на самом деле, все это в нашей власти. Сначала говоришь, Господи, прими в дар эту пищу, а потом уже домовушка и скушай святых даров, потому что это уже подарено наивысшему божеству, да, Господу подарено, это уже святой дар. И домовому предлагается это и скушать. Ура! Ура! Ну что, а сейчас я вам все рассказала, да, все предложила. Еще раз напомню, да, что вот мы делаем 31-го шабаш, собираемся, да, что получаете подарки, поспешите, пожалуйста, присоединиться, потому что у нас место граничное. Я же выступаю не только на этой площадке, но еще и на других площадках выступаю, везде приглашаю на шабаш, везде. Ну, я еще не закончила, на самом деле, очень интересно. Я обещала сделать с вами технику, медитацию. Будем делать медитацию или уже все, домой пошли? Вернее, спать. Домой, говорю, пошли. Медитацию хотим сделать? Очень такая интересная медитация, объединение с нашим родом, да, налаживание наших энергий с нашими предками. Очень хорошо. Я тоже рада, что вы хотите сделать эту медитацию. Ну что, значит, вы садитесь удобненько. Закрывайте глазки. У кого, если светло, я гляжу, вот тут у нас Америка есть, да, у кого, если светло, можете не закрывать глазки, если у вас хорошо воображение работает. Можно и с открытыми глазами это все сделать. И делаем 4 глубоких вдоха и выдоха. И обращаем внимание, да, ручки на ноги, немножко не скрещиваем, расслабляемся, и обращаем внимание там, где у вас дискомфорт, где у вас что-то где-то болит, что-то где-то бедает. И отправляем туда наше дыхание, вот в эти места, чтобы вы могли продышать это. И выдох. И с каждым вдохом и выдохом у вас вот эта боль сейчас вся расплывается, уходит. И вы забываете о ней. И сейчас вы представляете, как вы направляетесь к своему любимому месту на природе. Это может быть все, что угодно. Поляна в лесу, берег моря, или берег вашей любимой речки. Или, возможно, это парк ваш любимый. То есть вы сейчас сидите там, где вам комфортно, хорошо, светло. И прислушайтесь ко всему, что вокруг вас происходит. Какой свет вы видите? Какой ветерок касается вашей кожи? Холодный он или тёплый? Какие мысли вы испытываете, когда вы сидите в этом месте? А теперь посмотрите вокруг себя, повернитесь на 360 градусов. Видите, стоит большое-большое дерево. Подойдите к нему. И попросите у этого дерева разрешения посидеть немножко рядом с ним. и услышьте его ответ, что он и вам скажет. А теперь опуститесь рядом с ним на землю, прислонитесь спиной к дереву и ощутите, какая крепкая у вас опора. И это опора вы. А сейчас мы совершим путешествие вовнутрь этого дерева. Начиная с корней. Ведь корни – это наши предки, это наш род. И вот вы сейчас являетесь всеми корнями. Почувствуйте, как вы впитываете всю ту энергию, которая идёт из земли в виде воды. в виде различных соков, впитываете, потому что вы корни, и пропускаете через себя. И направляете эти энергии вверх. Каждой частичке дерева сквозь 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 собственное тело. Почувствуйте, как ваше тело насыщается этой энергией. Как каждая клеточка начинает пульсировать и светиться. Позвольте этой энергии двигаться по всему вашему телу, по всему вашему дереву. Вверх по стволу, к веткам, к листочкам. Почувствуйте, как эта энергия движется по вашим же конечностям. питая вас этой энергией. Почувствуйте свою связь со всем живущим на этой земле, в этом мире. Вы являетесь частью великого целого, великой вселенной. Ощутите, что вы отпираетесь прямо от дерева. Ощутите любовь всей вселенной. А теперь послушайте себя, своё тело. Что в нём сейчас происходит? Поблагодарите дерево вашего рода. Глубоко вдохните и выдохните. И вернитесь сюда. открывайте глазки и напишите мне, пожалуйста, как вы себя чувствуете. Как энергия от вашего рода, от ваших предков пошла через ваше тело, к вашим листочкам, к вашим плодам. что сейчас с вами происходило? Пишите. ноги гудят энергии, пошли классно, Алена прям замечательно. это очень хорошо. Остальные как? Почувствовали? Слова такие интересные в этой медитации. Почувствуйте опору чем спиной. Почему у людей на самом деле болят спины? У очень многих людей болят спины. Позвоночник опору не чувствует своего рода. Энергии нет своего рода. Латоров там очень много. Но в основном ищут опору вокруг себя вместо того, чтобы найти опору в себе. Я есть своя опора. Кроме Алены никто не желает больше поделиться своими впечатлениями. Так, Ольга пишет, видела и ощущала, как идет энергия по всему дереву, аж гудит. Очень четко чувствовала это, опору чувствовала спиной, но по мне, как пошла энергия, не чувствовала, только жарко стало. Вот ты почувствовала, жарко стало. Хорошо, это и есть энергия. То есть, мы каждый ощущаем свои энергии по-разному. У кого-то гудят, у кого-то мурашки, у кого-то жарко стало. жарко жарко очень хорошо, это вообще самое сильное, то, что когда жарко становится, тело наше наполняется энергией, очищается в этот момент. Еще кто-либо желает поделиться? Или вы пишете так много? пока вы пишете, я хочу напомнить, что 31 октября я приглашаю вас на шабаш, на Велесову ночь, пообщаться с нашими духами, с различными духами, загадать свои желания, очистить свою жизнь, себя от всякого негатива, ну и будет очень интересное общение с духами. Вы получите новый уникальный опыт, потому что я каждый раз во время каждого тренинга получаю этот опыт, он все время уникальный, он все время идет по-разному, на самом деле. Духи настолько разные, настолько интересные, что они каждый раз выдают что-то новенькое, что-то даже для меня вот уже все равно много что интересное. Ничего не вижу, но жар пошел. Хорошо. С корнями все в порядке, а веточки слабоваты. Значит, где-то, Антонина, все-таки вопрос, да, есть, почему веточки слабоваты. Если в квартире маленькие дети, это не опасно будет? Нет. Наоборот, дети очень чувствуют хорошо домовых, если с домовым дружить, то есть он будет с детьми тоже содействовать. Вот, слышала все, ну, как во сне, мурашки по рукам и ногам. Хорошо, так, движение есть, так, у меня ощущение, что меня накачали, как воздушный шар. Ну, значит, следует пустить энергию, чтобы она начала двигаться, Светлана, чтобы она начала двигаться, не быть как воздушным шариком, а теперь движение ей дать, придать направление своей энергии. Перед предками виноваты, я расплакалась. Вот, Светлана, приходите на наш шабаш, значит, будем разбираться, в чем же перед предками, как вину тут брать все-таки. Это очень вопрос такой конкретный, он бывает вылазит тоже на физическом плане, то есть вина перед предками. Ну, около трех часов будет по времени Ольга длиться, около трех часов. Два с половиной, три часа. Рассчитывайте на это время, на этот период. Так, еще вопросы пишите, ощущения свои пишите. Интересно же, вот видите, тут вот с предками вылазит такие вопросы. У нас на самом деле очень много вопросов с предками, с духами предков, да, очень много, практически у всех эти вопросы есть там. Но мы их не слышим, мы их не понимаем, вот, чувство вины себе сажаем, поэтому следует разобраться, убрать чувство вины, чтобы начать все-таки менять свою жизнь. Чувство вины закрывает нас от очень многого, от очень многого закрывает. Так, я увидела оголенные корни от полдерева, в конце почему-то увидела разбитое стекло. корни предки, да, оголенные, значит, где-то что-то там происходило такое у вас с предками Дарья, что они теперь голые, разбитое стекло, значит, это через что? Было какое-то воздействие очень сильное, было очень сильное воздействие именно на предков, именно на род, который вот теперь идет по вашему роду с вашей жизнью, что разбитое стекло. Удар был очень сильный, магический, энергетический. Вот. Ну что, вам понравилось сегодняшняя наша беседа? Мы много что разобрали, да, мы научились, увидели духов нашей природы, увидели домовых, да, дворовых банных, машинных, фей, волшебниц, да, много чего увидели, все это духи. Ну, надо с этим поработать, следует с этим поработать. Желайте, обращайтесь за консультацией, вот, буду рада посодействовать. у кого есть вопросы, да, с удовольствием посодействуем в этом деле с радостью. Я думаю, что духи тоже с радостью посодействуют. Им это очень нравится, когда вы приходите, обращаетесь. Вот, приходите на шабаш, тоже можно на самом деле прорешать там вопрос со своим родом на шабаше. то есть, вы понимаете, что духи предки, они к нам ко всем придут в этот день, ко всем придут абсолютно. А если мы еще их призовем, да, угостим, они нам будут содействовать, то есть, они подскажут, где, где вопросы у нас, чтобы мы их могли увидеть, и что мы могли, чтобы мы могли исправить. Программы, какие у нас стоят, да, откуда они тянутся. То есть, это все будет вот на шабаше. Именно можно проработать. Приходите, стоимость там небольшая, на самом деле. Я не стала делать большую стоимость, но хотя, как всегда, информация будет сильная, информация будет мощная, вот именно действительно для тех, кому необходимо пообщаться со своими предками, с духами, вот это. А пообщаться следует многим. Вот. Я рада была с вами со всеми познакомиться. Мы еще с вами поговорим и про наши души, где мы их теряем. Я все-таки сделаю для вас такое, расскажу такие интересные вещи, да. Можно поговорить абсолютно о любом духе, об удаче, где наши удачи, где наши деньги, да, куда мы, почему духи, вот этих духи. Маленькие у нас эти, почему порода у нас это все идет, где закрылись, где программы поставили, то есть про это, про все можно поговорить. Вот. Ну, я вас всех благодарю за присутствие на этом великолепном вечере. Желаю вам удачной, радостной недели. Управляйте своими духами, убирайте своих негативных духов и больше привлекайте позитивных, больше радости, больше счастья, больше любви. Общайтесь, кормите своих домовых, чтобы у вас все-таки было комфортно в вашей жизни. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, да, и не забудьте, что я сделаю для всех, кто будет на шабуше, подарок любовной магии. Думаю, что это будет очень важно. Всего вам хорошего, удачного дня, ой, удачной недели, спокойной ночи. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok